С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. По последним данным, объем нефтесодержащей жидкости, попавшей в почву и реку Колва, составил около 100 тонн. Экологический инцидент произошел 11 мая на Ожском месторождении. Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Взрослая поликлиника Ненецкой окружной больницы и Центральная поликлиника Заполярного района в субботу привели всех желающих. В Нарьинмаре в выходные прошла традиционная акция «Ночь музеев». Чем удивляли нарьинмарцев сотрудники музейного объединения, расскажем сегодня. И в начале выпуска мы возвращаемся к последствиям экологического инцидента, который произошел на Ожском месторождении в Ненецком автономном округе. Напомним, 11 мая здесь был официально зафиксирован разлив нефтепродуктов. По последним данным, объем нефтесодержащей жидкости, попавшей в почву и реку Колва, составил около 100 тонн. В зоне ЧП оказались территории сразу двух субъектов Российской Федерации – Ненецкого округа и Республики Коми. Дважды на прошлой неделе специалисты, представители надзорных и правоохранительных органов, компания недропользователя Луко и Коми, а также глава региона вылетали к месту происшествия, чтобы непосредственно на месте оценить ситуацию и принять необходимые для ликвидации последствий аварии меры. 17 мая на оперативном совещании губернатора с руководителями государственных органов власти эти вопросы были в центре внимания. В ходе совещания руководитель Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса доложил о проделанной недропользователем работе и текущей обстановке в зоне инцидента. Алгоритм действий при подобных ситуациях у нас понятный. Это в первую очередь надо было обеспечить прекращение сброса нефти, и эта цель была достигнута. И скважинная жидкость ее перекрыли, соответственно распространение дальше в природу было остановлено. Предварительно оценивается то, что это 99 кубов скважинной жидкости. Концентрацию предстоит определить федеральным экспертам. Содержание нефти данной жидкости это может быть и 20, и 50 процентов, зависит от конкретного месторождения. Самое важное то, что утечка на суше, она локализована. Уже на текущий момент убрано 42 процента от площади загрязнения. Это порядка 5200 квадратных метров. Сейчас работа ведется около первого моста через реку, около деревни Ково и около села Усть-Уса. В районе Усть-Цильмы мы можем говорить о том, что сейчас общались с главой администрации, в районе Усть-Цильмы следов пленки уже нет, да и у Усть-Усы в результате работы в две смены, в принципе, уже пленка не наблюдается. По оценке специалистов, возможность того, что нефтяная пленка достигнет реки Печора, минимальна. Глава региона поручил профильному ведомству установить на реке несколько регулярных экологических постов по забору воды для исследования проб. Мы должны понимать, что в Печоре, на границе с Коми, у нас вода чистая. Добавлю, в настоящее время на устранение последствий разлива работает 280 человек. Задействовано 80 единиц техники. Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Взрослая поликлиника Ненинской окружной больницы и Центральной поликлиники Заполярного района провела акцию. Вторую субботу подряд здесь вакцинируют всех желающих от COVID-19. Привиться можно как первым, так и вторым компонентом вакцины. Рядом с прививочным кабинетом очередь на прививку от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи пришли, как говорится, и старый млад. Анатолий Кондратенко сегодня прошёл второй этап вакцинации. Ну, даже не чувствовал. Не почувствовал. Всё хорошо. Вы своим друзьям, своим близким рекомендовали бы? Ну, они сами должны выбирать этот выбор. Так что я ничего не говорил. Перед прививкой обязательный осмотр терапевтом. Необходимо заполнить анкету, опросник, подписать согласие. Затем пройти медосмотр. Температура, давление, сатурация. Сделать прививку сегодня можно как первым компонентом вакцины, так и вторым. По заключениям исследований, вакцина действует в течение двух лет. До двух. То есть, если человек хочет прививаться как от гриппа на следующий год, можно, в принципе, и на следующий год привиться. Или посмотреть антитела, если они ещё высокие, антитела высокие в крови, то можно подождать. Первый раз акцию провели 7 мая. Тогда на вакцинацию пришли более 80 человек. Принимают всех желающих, если нет противопоказаний. Прививочный кабинет работает до последнего пациента. Есть определённые показания. Обязательно надо пройти терапевта, осмотр терапевта перед вакцинацией. Если терапевт выявляет противопоказания на данный момент вакцинации, мы рекомендуем пациентам пролечиться, обратиться к участковому терапевту и обратиться потом после выздоровления для вакцинации. Вакцинироваться можно на выбор. Либо эпивак короны, либо спутником ВИ. Согласно рекомендациям, прививка вторым компонентом, эпивак короны делается через 2-3 недели. Спутник ВИ строго через 21 день. Напомним, вакцинироваться могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. К ним относятся остроинфекционные и неинфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, тяжёлые аллергические реакции, беременность и период грудного вскармливания. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Строительство нового здания котельной и состояние тепловых сетей. Эти вопросы в ходе выездного совещания на объекты по КТС обсудили с руководителем предприятия депутаты различного уровня представительной власти в регионе. На сегодняшний день дела у самого крупного муниципального предприятия Нарьенмара обстоят не самым лучшим образом. Наиболее остро стоит вопрос по 14-й котельной, которая снабжает теплом большое количество жилых домов и социальных объектов. Здесь требуется обновить как помещение, так и материально-техническую базу. Проект нового здания котельной, которое планируется оснастить современным оборудованием, уже готов. Мы сейчас вот его буквально сегодня отправили на достоверность сметной документации в нашу экспертизу. А так, экспертизу промбезопасности этот проект прошёл. И значит, в том проекте здесь у нас будут теплообменники стоять, а новые котлы, модуль будет во дворе, рядом с этим зданием. Основное препятствие для реализации строительства – отсутствие финансирования. Цена вопроса – порядка 50 миллионов рублей. Без окружной и федеральной поддержки здесь не обойтись. Здесь нам нужна или 60 плюс программа, да, они, если процент износа 60%, они могут войти, мы можем войти в федеральную программу и поучаствовать в ней. Но в этой программе написано, в федеральной программе, что дотационные субъекты, субъекты, у которых, вернее, бюджетная обеспеченность больше единицы, они не могут участия принимать в этих программах, а у нас больше единицы бюджетной обеспеченности. Опять мы не можем, хотя мы Арктика, мы обособленный объект с точки зрения территории. Поэтому здесь мы договорились, сейчас мы отработаем с департаментом, мы выйдем на нашего комитета, я попрошу комитета, выйдем на председателя правительства с тем, чтобы всё-таки посмотреть вот эти программы. Ситуация усугубляется тем, что средства, поступающие на счета предприятия, списываются в счёт долгов. Но механизм решения проблемы есть. На предыдущей сессии мы 30 миллионов, которые предполагалось заложить на это, сняли, для того, чтобы за вот это время до сессии, которая у нас состоится в июне, они проработали механизм, как эти деньги правильно использовать, чтобы их не потерять. Механизм у них готов. Соответственно, не на этой сессии, а на июньской мы будем его рассматривать и возвращать деньги, которые были сняты из резерва на эти мероприятия. Несмотря на то, что деньги будут возвращены на июньской сессии, они уже начали работу, договорились о заливке фундамента, нашли поставщика, который готов сделать модульное здание котельных. Также в ходе выездного совещания директор предприятия рассказала о программе модернизации на ближайшие пять лет. В частности, речь шла обо всех котельных, которые планируется перевести в автоматизированный режим работы. Это, в первую очередь, 14-я котельная, там 13-я, ну и все котельные, которые работают с операторами. Вот их у нас семь, их нужно автоматизировать. Это, во-первых, экономия ресурсов будет, экономия трудозатрат, потому что операторы – это где-то 2-2,5 миллиона в год заработная плата. Вот, операторы у нас все такие пожилые, то есть, если какие-то произойдут сокращения, это все будет безболезненно. По итогам совещания участники обменялись предложениями по выходу из сложившейся ситуации, а также наметили дальнейший план действий. В Наринмаре прошли публичные слушания по исполнению окружного бюджета в 2020 году. Участие в обсуждении его параметров приняли представители государственных органов власти, институтов общественности, депутаты собрания Ненецкого автономного округа. В самом начале своего доклада об исполнении окружного бюджета в 2020 году первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил, что 2020 год был одним из самых тяжелых для экономики Ненецкого автономного округа. Выпадение доходов казны достигало порядка 28% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году доходы бюджета составили около 22 миллиардов рублей, а расходы порядка 23,5 миллиардов. Дефицит при этом полтора миллиарда рублей. Доля налоговых доходов в общем объеме окружного бюджета в прошлом году составила 46% и в основном была сформирована за счет поступления налогов на имущество и прибыль организаций. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов окружного бюджета составили доходы в виде доли прибыльной продукции Харягинского СРП. Это 3 миллиарда 400 миллионов рублей, что в два раза меньше, чем в 2019 году. Выпадение доходов было обусловлено снижением цены на нефт. В 2020 году в окружной бюджет из федерального бюджета поступило около 8 миллиардов рублей в виде межбюджетных трансфертов. Одна из наиболее больших сумм федеральных денег была направлена на продолжение строительства дороги Наринмар-Усинск. Что касается расходных обязательств в целом, то наибольший удельный вес здесь составили расходы по разделам национальная экономика, образование, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение. Активное участие в обсуждении исполнения окружного бюджета приняли депутаты окружного собрания. Спикер регионального парламента отметил, что при всей сложности 2020 года была проведена большая работа с федеральным центром для возмещения части выпадающих доходов. В целом, конечно, без поддержки федерального центра нам бы не удалось. И те письма, которые писали мы, которые были обращением ваших депутатов, Александр Ильич, они помогли. Мы получили два транша в сумме 1,9 млрд. Только дотация на выравнивание в связи с падением доходов. Мы получили в конце года 1,1 млрд бюджетного кредита под 0,1%, который у нас до июля этого года. И в связи с этим сэкономили расходы по обслуживанию госдолга. Мы не скатились в долговую яму, у нас нет ни рубля коммерческого кредита на 2021 год. Это тоже большое достижение нашей совместной работы. Традиционно бюджет Ненинского округа является социально ориентированным. В связи с выпадением значительной части доходов не изменился ли его социальный характер. Или нам удалось все-таки сохранить достойный уровень социальной поддержки в полной мере. Либо есть здесь какие-то вопросы, которые требуют вмешательства, в том числе и депутатов. Отвечая на вопрос спикера регионального парламента, главный финансист округа отметила. Наш бюджет окружной был и остается социально ориентированным. Все выплаты, которые были ранее установлены, они выплачены в срок. И даже не только сохранили имеющиеся выплаты, но даже их увеличили на 161 миллион рублей по сравнению с 2019 годом. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов поинтересовался, имеется ли кредиторская задолженность по субсидиям по регулируемым видам деятельности в сфере ЖКХ и транспорта. Они же в начале, в конце 2019 года формировали бюджет, были заложены не в полном объекте. Татьяна Лагвиненко пояснила, что на начало года в окружном бюджете предусмотрено было только 70% средств от плана. Недостающую разницу добавляли по частям в течение года и рассчитались полностью. Задолженности на конец года не было. Депутат Александр Чурсанов затронул тему поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе в связи с ограничительными мерами для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Что касается малого бизнеса, безусловно, такие меры поддержки, как отсрочки и реструктуризации действующих договоров, как микрозайма, так и лизинга, это наш центр развития бизнеса, дешевые льготные процентные ставки по займам, как раз за счет тех денег федеральных, которых мы получили в прошлом году, по 2% минимальной процентной ставки. Это снижены арендные платы по арендуемому имуществу, это меры, такие как новая субсидия на возмещение жилищно-коммунальных услуг для организаций из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, была увеличена субсидия по аренде для социальных предпринимателей. Еще один вопрос, который постоянно поднимают депутаты, касался разработки программы по комплексному развитию сельских территорий и привлечению федеральных средств. Мы абсолютно поддерживаем идею, что нужно совместно с Заполярным районом сделать по каждому населенному пункту ту модель, к которой мы бы хотели прийти через несколько лет. Безусловно, силами департамента, силами специалистов в области АПК этого результата не добиться. Тут нужно межредомственное взаимодействие, это департамент строительства, здравоохранения, цифры, с точки зрения цифровизации, подведения связи. И для того, чтобы эту работу регламентировать и сделать более эффективной, в начале года у нас в ручном режиме Юрий Васильевич Бездодный провел установочное совещание, где призвал ответственно отнестись. В принципе, это и помогло нам эти заявки сгенерировать. Резюмируя вопросы, прозвучавшие в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета в 2020 году, спикер регионального парламента обратился к текущему периоду, который также не обещает быть простым. Анализ года 2020 предполагает, что задачи на последующий период. И вот буквально в июле мы начинаем работу на последующий бюджет. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Антон Водряков, телеканал «Север». Наринмар присоединился ко всероссийской акции «Ночь музеев». В Краеведческом музее главной фигурой мероприятия стал великий полководец Александр Невский. В этом году исполнилось 800 лет со дня его рождения. Которые превзошли бы пустозерцев своей сметливостью и оборотливостью. Уже традиционно акция «Ночь музеев» на Наринмаре разворачивается одновременно на двух площадках. В доме Шевелёва, где располагается пустозерский музей-заповедник, и непосредственно в Краеведческом музее. Егор сегодня впервые участвует в мероприятии. На «Ночь музеев» он пришёл вместе с мамой Юлией. Мальчик всерьёз заинтересовался темой пустозерска. Я знаю, что раньше в пустозерске был город, старый город. Там жили староверы. Там жили староверы, но староверов, кажется, сжигали. Мы в этом году вместе ходили в пустозерск, ему очень понравилось. Вот решили немножко освежить в памяти наш поход. И сегодня основные события акции разворачиваются здесь, в музейно-этнографическом дворике. Здесь под открытым небом стартовала первая выставка «Суждение о древнем городе». Экспозиция будет меняться раз в полгода. Это проект «Музейно-этнографический дворик», который мы презентуем с начала текущего года, хотя начали заниматься территорией вокруг дома Шевелёвых ещё с 2018 года. Кроме того, посетители этой локации имели возможность проголосовать за то, какой будет следующая выставка. И надо отметить, что из всего представленного многообразия тем победила дрова-вода помои на Ринмарской Троеборье. Но это в перспективе. А пока научный сотрудник музея Павел Пырерко в живописном костюме иностранного путешественника времён рассвета Пустозерска учит местных жителей вязать замысловатые морские узлы. Это у нас, условно говоря, фламандская петля, морской узел. Является наиболее надёжным и простым узлом. Далее у нас имеется узел, он называется беседочный узел. Тоже является одним из наиболее прочных и надёжных узлов. Вязать такие узлы непросто. Участники мастер-класса внимательно следят, но повторить получается далеко не у каждого. Старание и труд, как известно, в помощь, тем более в жизни пригодится. Если кому-то нужна помощь, если прилилась верёвка при помощи, и надо будет завязать петельку. То есть пригодится в жизни? Да, когда ему точно даже пригодится. В Краеведческом музее главной фигурой мероприятия стал Александр Невский. В этом году исполнилось 800 лет со дня его рождения. Жители округа смогли познакомиться и со славными делами полководца его истории окунуться в атмосферу V-VV веков. Рядом со стендом интерактивной игры «Мягкая рухлядь» всегда многолюдна. Интересный рассказ сотрудникам музея Марии Латышевой и несложные задания. Моя игра называется «Мягкая рухлядь». «Мягкая рухлядь» в 15-18 веках очень ценилась у нас на Руси, и поэтому служила в качестве экспортного товара. И она, в общем, её отдавали как подарки, дарили вместо подарков. Здесь нужно разложить шкурки животных по своим местам. Ника Асташова в акции участвует впервые. Девочка, увлечённую, мастерит закладку для книг. Трудно делать? Ну, 50 на 50. Как это? Ну, 50 на 50 – это значит нормально делать. Традиционно во время ночи музеев участники акции мастерят белые цветы, которые потом продадут на улицах города, а деньги пойдут на благотворительность. Во время ночи музеев мы делаем белые цветы вместе с нашими гостями, посетителями ночи. А потом 1 июня наши юные краеведы, как раз те, которые учатся в нашей школе музейной, они в день защиты детей ходят по центральным улицам на Ринмар и продают эти цветы, опять же, за ту цену, которую дают сами покупатели. Ещё в Краеведческом музее посетители учили плести кольчугу, мастерить богатырку и многому другому. Скучать здесь было некогда. Конечно, это не так просто после такого перерыва. Не просто потому, что два музея в одном музейном объединении и разные локации. Не просто всё выстроить, но тем не менее, мы надеемся, что ночь музеев 2021 случится и будет интересно, полезно, приятно для всех жителей нашего округа. И музеи, как и прежде, будут востребованы культурными институциями. Акция продолжилась до полуночи и собрала большое количество горожан. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. И на этом у меня всё. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok